Их называют голубыми беретами, они элита, особое сплоченное братство. И сегодня у них профессиональный праздник. 2 августа в России, Украине и Белоруссии день воздушно-десантных войск. Только в нашей стране в праздновании примут участие более полутора миллионов десантников. Торжественные мероприятия по случаю дня ВДВ прошли и в Чите. Начались они уже в 8 утра службой в Казанском кафедральном соборе в честь пророка Ильи. Именно он считается покровителем воздушно-десантных войск. Их часто называют ВДВ войска Дяди Васи. И немногие знают, что это своего рода знак уважения к десантнику номер один, генералу Василию Маргелову, который повлиял на развитие этих прославленных войск. Сегодня десантники разных поколений надели тельняшки, голубые береты, чтобы увидеться с товарищами. Во время таких встреч истории случаются удивительные. Например, как у Бориса Альшанга. Он служил в Молдавии с 69 по 71. И два года назад, в день ВДВ, случайно встретил своего командира. Ну так судьба распорядилась, что здесь встретились, как в Запайкале, через 40 лет. А я был у него первым командиром. Я был молодой, он был молодой. Он ушел на гражданку, а я уже посвятил свою жизнь службе. Теперь на смену этим настоящим десантникам пришли их внуки. Петр и Никита гордятся тем, что служили в элитных войсках. Один в спецназе, другой в ВДВ. Оба собираются продолжить карьеру военных. Армейскую службу выбрал и Игорь Стротсень. Служба в ВДВ во Псковской дивизии дала многое. Стал ответственнее и серьезнее. И до сих пор вспоминает свой первый прыжок с парашютом. Ну, это было, скажем так, не очень приятно, когда начинает сначала гореть лампочка перед прыжком. То есть, как бы так довольно боязливо. А потом, когда уже выпрыгиваешь, ну, такое ощущение, как бы объяснить адреналина, что ли, кайф. Потом уже затягивает. В честь праздника сегодня в часовне прошел молебен. Как будто знак свыше, к его началу прекратился дождь. Владыка Евстафия, обращаясь к десантникам, подчеркнул, что они те воины, за которых не стыдно. Позже, в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной, в Афганистане, на Кавказе, к стеле в парке Адара возложили венки. В этот момент, по традиции, все ВДВшники встали на колено. Сегодня в крае около двух тысяч голубых беретов. И уже пять лет действует Забайкальский союз десантников. Мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи, сплочением ветеранов в одно целое союз десантников России. Какими качествами должен обладать этот ВДВшник? Десантник, скорее всего, должен обладать качествами порядочности. Порядочности, мужественности. Недаром слова «Никто, кроме нас», которые это девиз воздушно-десантных войск, каждый десантник с собой в сердце несет. Сегодня в праздничных мероприятиях приняли участие не только сами десантники, но и их дети. И кто знает, может быть и этот мальчишка, глядя на своего отца, тоже выберет нелегкую, но почетную службу в рядах ВДВ. Юлия Тимошенко, Сергей Рычков. Время новостей.